всем привет с вами танкист сегодня мы продолжаем разбор наших дуэлей и как я и вещал в прошлом видео сегодня на очереди у нас дуэль на лаг 3 итак первая дуэль началась напомню что противник подбирается для моих случайно то есть я захожу на перлу полетаю развлекаюсь заходил сподволить написал чат то откликнулся тот и стал моим соперником в этот раз выбор пал на лаг потому что на лавке не хотел он на яке не хотел я итак схождение первый бой он как говорится развед разведывательный я не знаю что будет делать как этот противник работает я с ним если не ошибаюсь дуэль из первый раз знаю что этот пилот очень опытный и достаточно сильный дуэля поэтому ну наверное первую половину наших дуэли точно будут осторожны здесь вы видите что он меня тупо обманул перекрутил я если честно даже не знаю как этот комментировать но вот два прохода два прострела и полная задница огурцов как я это говорю здесь пытаюсь уйти под него вернее показать что ухожу под него ухожу в другую сторону но уровень пилота позволяет ему попадать даже с таких ракурсов попытался конечно в ответочку здесь плюнуть но неважно кстати ну вот это первое дуэль совершенно кому я уже не помню что я там делал какие мысли меня посещали но точно помню одно что это дуэль хороший показатель того как важна стрельба в дуэлях то есть у меня будет несколько моментов несколько шансов таких что вот все оно и убивай но не получается здесь да я отдался я уже не летун уже его ведет тащит переворачивать и так далее здесь данный бой был проигран значит отключаю чат чтобы не показываю соперника и перехожу к следующей дуэль и так второй бой начался начинаем свое исхождение радиаторы я прикрываю оба и вода радиатора и масло радиатора на 50 процентов принципе остального я пока ничего не делаю пытались угадать и смотреть чтобы делать противник и я заметил прошлой дуэль что он не уходит вверх как я это привык видеть а идет его очень-очень пологом вот как сейчас можете наблюдать виражек с набором высоты очень пологим набором и я решил сейчас сделать нечто подобное как и он повернул его сторону тоже не спешу терять скорость не стяну сильно вверх и в итоге мы встаем в такой вот небольшой вираж опять же пишу что он идет горизонте я решаю немножечко набрать скорость опускаю ниже горизонта нос скорость моя растет уже вы видите 300 а 400 с лишним да и вижу что противник тянет вверх тоже перехожу вверх не доворачиваю на него не тяну крен выравниваю и ухожу вверх в надежде что мне хватит того запаса скорости который я приобрел опустив при опустив нос 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 на прошлом витке и пытаюсь закрепиться у него задней полусфере ну противник опытный он знает как противодействие таким моментом вот здесь один из моментов когда надо было попадать скорость была не такая большая педали еще управляются если кто не знает то лак очень плохо у него очень сильно затяжеляются руль направлении это точно на скоростях больше 400 наверное 50 но там была не такая большая скорость надо было сильнее дать педали и соответственно поразить здесь пытаюсь уйти под него чтобы не дать возможности по себе попасть опять моя главная ошибка жадность моя главная ошибка это желание пострелять перевернулся хотя надо выходить вверх перехожу такие небольшие полупологии да такие вертикальные ножницы противник вывешивается но у меня не хватает скорости а он перевернулся и попытался опять меня пострелить есть контроль самолета ощущается противника он держит его хорошо знает поведение и противодействует его сваливание такие у нас небольшие я даже не знаю как называть размазанные бочки получаются из того что я не даю наш продвижным осям пересекаться то есть я вижу на врач на меня я отворачиваю как бы сторону даю педаль повредить час даю педаль под носку увожу 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 и соответственно наши оси не пересекаются тем самым еще плюс ко всему я конечно возможно потерял немного скорости но отыграл небольшой уголок да я вроде бы вот уже зацепился и все здесь вот он вывесился я скорости хватает закрылки на всю вот стреляй убивай нет попадания есть урона практически никакого еще плюс ко всему я и свалился и практически подарил ему свою шестерин обидно обидно напомню что мы так вот здесь я ухожу под него не это удается не успевает по мне пострелять вижу что он тянет вверх соответственно я я находясь выше него стараюсь не дать ему пересечь с моей осью прохожу выше здесь у меня скорость уже не хватает и и результат налицо второй бой также проиграл начинаем свою следующую дуэль стандарт действие прикрыл радиатор снялся автогризон начинаю схождение хочу сделать приблизительно то же самое что и делал в прошлом бою ряги отреагировав стараться отреагировать на действия противника то есть я знаю что это сильный противник работаю вторым действую против его действий с не навязываю свой поиск здесь я ухожу вправо он ходит тоже вправо и мы в таком вот вираже закручиваем если честно здесь немного растерялся не знал как правильно поступить он ходит до меня доворачивать при этом мы не понимаешь что он это по мне может пострелять я ухожу ниже попытавшись вот так вот его пропустить и перевести дуэль в такие небольшие ножнички да избегая попадание по себе да вот я вроде уже выше я над ним я понимаю что здесь скорость уже никак не хватит чтобы задрать на меня нос мой нос в горизонте я уже не спускаюсь я лечу в горизонте и вижу что противник потерял скорость пытается ее набрать опустив нос решая пострелять понимаем что не попаду не делаю этого но тем самым при удается мне закрепиться немного в задней полусфере начинается такая нисходящая спираль спираль полуразмазанная бочка я достаточно плотненько сижу сзади вот здесь еще один момент когда просто надо было попадать и убивать но мы еще раз фиксируем что нужно уметь стрелять в дуэлях ну и вот здесь вот ну больше наверное даже повезло что вот так просто раз и крыло отстегнулось я не исключаю конечно что я в прошлый раз попал но меня немного это удивило мне договорились работать на шваках я сейчас проверю действительно шваки да шваки чтоб никого не подставлять убедился что шваки и начинаю следующий дуэль кстати со следующих записей наш моих дуэли я решил включить их на чат чтобы вы наглядно видели работу оборотами работу закрылками насколько когда я их выпускаю но я сразу предупреждаю не факт что я делаю это правильно мне когда все происходит по интуиции что ли поэтому делать выводы вам вот здесь пытаюсь сделать то же самое вижу что противник пошел так скажем в левым виражом да значит я иду правым выворачиваю на него чтобы как можно быстрее свести к ножицам потому что в такой пираже затянувшемся я чувствую себя не очень здесь совершаю такую небольшую помарочку да не надо было вот этого делать не надо и так не делать я видел что я не дати нафига я просто потерял драгоценную скорость на вот это выдергивание ручку результата никакого скорость проектов значит мы так встаем опять же левый вираж я выполняю нижние ее пытаясь довернуть до противника для прострела а против как вы заметите выполняет верхние ее также пытаясь вернуться от меня и довернуть на меня то есть здесь все одно за другое цепляется второе схождение меня не получается также пострелять соответственно можно уже сделать вывод что и на третье схождение мне вот стрелять также не удастся потому что противник все дальше и дальше от меня находится и вот здесь заметив что он попытался на меня дотянуть я перехожу в такие пропуски вертикальные такие пропуски он пытается по мне стрелять мне приходится обороняться ухожу под него раз резко и вверх надеюсь я ввел его в заблуждение не что-то произошло здесь попытавшись его поразить мне это не получается опять же фиксируем что стрелять надо уметь вижу что он виснет висну я скорость меньше уже 80 так и не получается где-то на него ручку остается только удерживать самолет пытаюсь его удержать такими парашютиками спускаемся я вижу что он бьет вниз я думал что он бьет разгоняться я уже есть предвкушение сейчас 6 а у него что-то произошло то ли с интернетом то ли с игрой закрылась да и получается что он поднулся в землю я не знаю что это было побед как вы видите у меня нет то есть я не попадал увидев что он начал следующий бой я также начинаю следующий бой начинаем свое схождение я цепляюсь взглядом за противника пытаясь угадать что сделает решаю идти левым виражом на схождение он стою уже левый вираж мы опять на таком кругу большом да я решаю не идти на энергию опасаясь что он довернет и пострелять мне в спину а иду через низ на него то есть такие лобовые что лек лобовым таким близко наше схождение пытаюсь опять же перейти на ножницы пропуски чтобы пострелять на проходах потому что это у меня более или менее получается отличие от виражей вот здесь он вытягивает вверх я здесь такая тонкая грань надо и не отлететь от него далеко и как можно позже начать движение вверх для того чтобы для того чтобы он раньше начал сваливаться то есть скорость у нас приблизительно одинаково и увидев что он тянет вверх я начинаю движение вверх немного позже великолепный уход вы это можете наблюдать сейчас подобный маневр он дублирует опять уходит от меня я ничего не могу сделать там даже ручку давать несполезно и тем самым вот он уже стреляет по мне я пытаюсь его обмануть показываю что подниму потом резко ухожу над ним не получается в этом маневре дотянуться не получается и мы такие зависаем на скорость у него маленькая он не может ничего сделать у меня меньше 100 уже практически я ничего не могу сделать и меня начинает колбасить начинает сваливать скорость совсем упала подъемной силы нет здесь меня чуть-чуть опять как говорится подсвалила да и мы столкнулись ну трудно сказать кто виноват я это было не хотел и швын даже я не удержал они потому что я такой упрямый хотя бы тараном тогда нет это просто был такой момент когда меня просто свалило нет непреднамеренное пришел непреднамеренное сваливание следующий год начался ну как здесь объяснить можно сейчас обратить внимание даже пересмотреть предыдущий год все происходит тоже самое мы пока друг друга изучаем вернее я его изучаю я думаю он меня уже изучил знает что ему делать и здесь получается в принципе абсолютно то же самое что было в прошлом бою встаю для вираж понимая что он затяжной ухожу через низ на него и переходим в такие опять же пропуски здесь вот конечно может быть синхрона да прям попал так попал вниз тем не менее фонарь у меня был а стал пробит пытаюсь как-то сопротивляться понимаю что убежден вы видите замасленный фонарь пытаюсь хоть как-то хотя бы лобовых поразить его здесь я стреляю он спокойно раз и на трассерами ушел вверх вернее куда он ушел я даже не понял вроде как вверх но его нигде нет пытались его найти траченные драгоценное время через некоторое время все-таки получаются его на руки сзади но позиция окончательно проиграна фонарь практически весь черный обсудим тем самым улучшая обзор еще раз попытался пробить его лобовой неудачно и продолжаем с ним такие вот схождения здесь уже конечно отчаяния стрельба от отчаяния на удачу и вот здесь я чувствую потом вот этот мой шанс у меня еще достаточно скорость чтобы до него тянуть он зависает и моя кривая давно я не летал на я китовый на яке давно его налоги прошу прощения не умев на нем стрелять и так потому что стану то я кто лавка здесь соответственно стрельба моя очень сильно накрываемая стрельба очень сильно к ним мешает переходим к следующему бою пытаюсь найти противника представить что делать предположить так скажем я вижу что он уходит немного в сторону понимаю что он будет делать сейчас заходить на меня левым разворотом но решаю ему не сопротивляться и вернее пишу прощать праву соответственно тоже право ухожу и здесь я вижу что он не идет вираж он идет вверх он идет на энергию поэтому я тоже прекращаю разворот его сторону более-менее выравниваю самолет и тоже иду на энергию здесь мне показалось что его его немного качнуло я предположил что он дернул ручку потерял скорость чуть не свалился и опять моя жадность здесь нельзя было переворачиваться здесь надо было остаться немного сверху и перевернуться на следующий но я совершил ошибку провалился один же получил в бочину несколько снарядов но есть шанс мимо вот вот он вроде свалился вот еще один шанс что в одной точке он раз мимо но и только вот здесь уже более-менее дав им свалиться под себя мне удается попасть в гост и отстрелить в направлении вернее даже наверно кейбол до киль полностью убежит убедившись что это киль я понимаю что бой выиграл я прекращаю его преследование и соответственно завершали бой начинается следующий бой начинаем свое первое схождение с противником я ищу его где он будет прошу немного влево вижу что он остается у меня немного справа поэтому он будет делать правый вираж и мне приходится делать тоже правый вираж итак первое схождение состоялось я вижу что он уходит не в вираж он уходит на энергию вверх и решаю попробовать довернуть на него как наяки как-то бывает здесь доворачиваешь и в догоночку ему пихаешь по хвосту но он тоже не глуп он вовремя перевернулся довернул на меня и я получаю противник у себя на 6 пытаюсь хоть как-то получаю раз получаю два ничего не помогает никакие мои эволюции так скажем вроде бы как пропустил но понимая что тот звук отвалившиеся детали которые вы возможно слышали это руль направления потому что здесь же при попытке завершить маневр сразу же раз валивались в плоский штопор из которого без любви направлении выйти не поскольку бой проигран я завершаю дуэль и перехожу к следующим переходим к следующему бою опять ухожу левее сейчас конечно уже проанализировал этот бой проанализировал следующий наш бой наяках которые выложу в следующем видео я понимаю что ты этим самым я совершаю ошибку но так сказать я видел себя здесь я уже знаю как я воевал с ним наяки и поэтому мне ошибки эти ясны то есть я изучил стиль ведения боя противника и поэтому сейчас могу как говорится козырять но в тот момент когда я с ним говорил для меня все было много я пытал пытался привести секс победе разными вариантами здесь первых восхождение может напугать что все было то же самое но немного раньше перевернувшись у меня получается свести наш бой таким вот пропусковым манёвром я пытаюсь его скинуть себя пропускаю вперед но за счет того что я убрал обороты убрал на туфу после закрылки попутавший пропускаю его вперед я растерял всю свою скорость у противника и и предостаточно он уходит далеко вверх свечкой ни за что не переживаю он понимает что у меня скорости не хватит до него дотянуть спокойно переворачивается и начинает строить на меня заход я пытаюсь его обмануть влево пытаюсь вправо опять ухожу влево но это бесполезно опять получаю в район хвоста самолет не управляем летит в землю я этот бой проиграл завершает этот бой начинаем следующий бой прошлые две два боя которые я провел уходя в сторону немного добавили мне ума так скажем да понимаю что я проигрываю в том схождении который делал в прошлые бои я решаю сейчас сделать схождение ему навстречу то есть вот я вижу его крен я вижу что он разворачивается вправо значит я иду влево что совершая противоположный вираж чтобы перевести вот таким схождением как вы сейчас наблюдаете пытаюсь по нему пострелять он разводит меня на энергию он не доворачивают на меня не доворачиваю на уголь на угол входит по прямым таким восходящим зигзагом да просто немного совершая вираж для того чтобы затруднить по нему прицеливание здесь я пытаюсь по нему пострелять пострелять течет там где-то прилетела в заднюю часть фюзеляжа но особого вреда самолету противника я не нанес вроде бы как все устаканивается я где-то по внутреннему радиусу иду за ним но скорости противника очень много по сравнению со мной и он спокойно уходит на вертикали не давая по себе пострелять а я даже не пытаюсь за ним потянуть потому что расстояние большое и если я зависну и свалюсь перевернусь вниз как сейчас это происходит обратите внимание вроде бы он завис счет здесь пострелять по нему и все но скорости нет я вынужден идти вниз и тем самым получаю к себе со второго этажа несколько пул пытаюсь пропустить там где-то что-то вроде бы как удается но обра еще раз обращу внимание раз в скоростях у нас большая я ничего не могу сделать не могу до него дотянуть скорость меньше 100 ручка вверх уже не дотянется и вот момент когда эти говорю что нельзя в таких случаях тянуть нужно сохранять скорость я переворачиваюсь носом вниз потому что у меня нет никакого выхода а противник переворачиваясь след за мной садится плотно на 6 здесь немного психанул смысле перенервничаю понимаю что он сзади перед тем самым еще больше усугубил свое положение но каким-то чудом все-таки не удается вернуться от него и можете видеть как далеко у меня улетает как какая большая разница скоростях меня и у него так вот продолжает он меня потихонечку клевать мне остается только ловить его на таких вот проходах но и здесь мне особо развернуться так скажем не даю грамотно уходит вверх не давая нашим не мне не попадая в мой прицел переворачивается клюет будет вверх переворачивается прием вот здесь я пытаясь сопротивляться ухожу сторону вроде бы как попадание не прошло но здесь обнаруживают что фонарь мой дыряв значит люлей все-таки получил опять он уходит наверх скоростью его достаточно чувствую себя достаточно комфортно я зачем-то держу нос выше горизонта скорость тем самым окончательно гася всю скорость и превращаюсь просто в мишень которые соответственно не заставляет долго ждать и получить пилоту в голову следующий бой начался как вы успели заметить что здесь комментировать я даже не знаю решение для себя уже принял чтобы разворачиваться в ту же сторону противоположный виражок самую сторону что и он пишет что он совершает левый крент я и правым противника наблюдая он почему-то идет на меня через низ я вверх особо тоже лезть не буду остаюсь просто выше но при этом стараюсь не терять скорости как бы носик немного при опускать начинается такая небольшая восходящая спиралька я пытаюсь в этом моменте повернуть нос на противника зачем то что на что я рассчитывал не знаю пытаюсь по нему пострелять соответственно может догадаться что все прошло мимо только потерял скорость и высоту здесь пытаюсь повернуться от его прострела в принципе не удается он немного отыгрывает свой свою позицию потому что не удержался свалило и я немного проигрываю теперь первоначальную позицию здесь опять в принципе здесь да можно и попасть но мне не хватает навыков встретить слага ухожу вверх и мы им такими вот ножницами схождениями проходами пытаемся друг друга поразить здесь хватает и все-таки ума не переворачиваться вправо него а уйти вверх вот здесь надо отдать должна опять я не и для него а опять оставить сверху то есть опыт прошлого вы решили нет помог в этом да здесь немного меня сваливает но я вовремя удержал самолет и тяну на него тяну теперь нос чтобы по нему пострелять пытаюсь пострелять не стыль по сегодня это точно не моё разворачиваемся опять на него ну вот здесь конечно он уже подвис меня скорости немного было больше и мне удается попасть по проекте поста смотрю на него да хвост отвалился самолет не управляем соответственно мне повезло на этот раз немного больше чем моему сопернику начинаем следующую надежда что она будет еще более удачной чем прошлой я планирую делать то же самое вниз особо не иду оставаясь немного выше то же самое я имею ввиду что идти в ту сторону что противник а не вставать с ним в круг показываю что я якобы иду вправо соответственно он тоже вправо сам перекладываюсь и начинаю левый боевой разворот пытаюсь уходить на энергию выравниваюсь иду вверх но по мне прилетает опять разворачиваюсь на него выравниваюсь убираю крылышки складываю боком мне опять попадает уже начинает конечно расстраивать я понимаю что я вроде как выше логика позиция лучше и так вижу что у него скорость закончилась он идет через низ чтобы ее набрать попытался пострелять неудачно и опять возвращаемся к нашим ножницам вертикальным проходом и так далее здесь противник тоже отлично убрал крылышки сложил и тем самым спас себя от попаданий я вроде как сзади но позиция не настолько выгодна насколько это кажется то есть угловая скорость через чур большая ведь я жду в одной из точки а он спокойненько уходит в сторонку вот моего прицела здесь пропускаю на размазанной бочке оставаясь в параллельных плоскостях то есть наши крылья и наши продольные оси были параллельны и все здесь как говорится обмен ударами начался он по мне пострелял я погиб я сейчас знаю что будет стрелять он по мне ухожу под его капот теперь он знает что я буду пострелять я пытаюсь пострелять он уходит на дом видишь не дотяну и таким образом мы на танцуем как говорится сверху вниз вверх сначала атакуя потом обороняюсь здесь я я думал что я попаду я задерживаю все органы управления замираю так скажем и жду пока он пролетит тем самым здесь немного конечно отдав свою позицию я начинаю проигрывать попытался вернуться получилось но скорость я чувствую на порядок меньше может быть это из-за того что я неправильно работаю закрылками либо может где-то прилетела в двигателе он не поврежден я затрудняю сказать но здесь совершаю опять же свою главную ошибку вижу что скорость больше он намного выше я тяну за ним скорости не отвечу вниз и получаю от него полный стандартные ошибки делать выводы надо поможет в этом только практика еще раз надо практиковаться анализировать свои бои пишите свои треки чтобы понимать в каком моменте вы допустили ошибку я хочу сказать что это же комитет свои дуэли для своих зрителей я так или иначе делаю определенный делаю какие-то выводы о том где я ошибся как нельзя поступать как нужно было поступать и так или иначе стараюсь все это справлять тем временем первое схождение у нас состоялось я иду в ту же сторону что и противник здесь вижу что он до меня пытается резко довернуть пытается меня поразить уже во втором схождении я ухожу вверх он потеряв скорость идет вниз чтобы ее набрать я же переворачиваюсь пытаясь теперь ловить таких восхождений здесь мне просто я слишком низко провалился поэтому мне не хватило угла чтобы по нему стрелять опять пытаюсь от него увернуться мне это удается переворачиваюсь на него и все вот он висит это позицию войны все ли еще раз фиксируем у себя что стрелять надо уметь меня сегодня вообще не получается со стрельбой беда здесь ничего не остается противника обороняться потому что я буду сижу на 6 но благодаря моей кривой стрельбе и вот в этом случае ему все-таки удается еще выживать и сопротивляться достаточно эффективно здесь я знаю что он сейчас будет скоро сбрасывать скорость на закрылках пытаться меня пропускать поэтому я немного подзабавил обороты чтобы не сильно близко к нему прижаться казалось бы выигрышные позиции казалось бы чего не побеждать но здесь можно услышать как мне прилетает заднюю часть фюзеляжа несколько снарядов попытался развести его на энергию показав что я иду на него соответственно он должен идти вверх не в противоход но противник вроде как вверх пошел но скорость свою не теряет он вернее он скорость до конца не сливает оставляя себе немного на оборонитель понимая что я выигрываю в плане энергии в плане позиции я пытаюсь закрепиться на 6 чтобы эффективно по нему пострелять думал что завершится все в том как говорится моменте да но противник смог вытащить и вот здесь ужасная стрельба хотя и двигатель поврежден хотя и вроде как все нормально но скорости нет а он выше я опять переворачиваюсь и вниз и хотя у него двигатель поврежден ему его предостаточно будет для того чтобы сидя сидя плотно на 6 разобрать меня на кусочки ну и как говорится результат не заставил себя долго ждать бой проиграл опять проиграть считаю из-за недостаточно точной стрельбы я уже немного начинаю беситься уменьшаю даже сведением думаю может дело в этом хотя здесь нужна только практика повторюсь еще раз повторюсь еще не раз что нужно практиковаться на всех типах самолетов тем временем у нас подходит уже первое схождение я показываю что пойду вправо самый глублево рассчитывая на то что противник как говорится увидев это пойдет в мою же сторону остаюсь немного впереди пытаюсь начать работать на энергию и пошли наши ножнички я оказываюсь немного выше пропускаю противника пытаясь вернее пропустить вперед уходя еще выше и выше но противник этого делать мне не дает то есть он остается подо мной не давая мне возможности хорошенько развернулся да вот здесь я думал что получится пострелять но он сложил крылышки ушел под меня еще один непонятный для меня маневр он уходит вниз стрельба отвратительная неправильно взятые упреждения и неукрул и все вот здесь опять же попадание есть результата нет не знаю почему крылыш вроде и шваки там швакнули да но вы видите что нет чего не отвалилась никакого дыма не идет никакого топлива не течет продолжаем наши вертикальные ножницы обмениваться так скажем ударами как это говорят боевых так скажем искусство да вот то есть пооборонялся пострелял по оборонялся пострелял пытаясь здесь уйти сложить вы видите да то есть я в момент когда прохожу перед противником стараюсь убрать свои крылья противник подходя к моему носу вы видите он складывает крылья и уходит под меня то есть мы стараемся как можно меньше показать площадь своему противнику чтобы как можно меньше был шанс попадания вот раз бочком перед ним прохожу то есть этот момент тоже надо отрабатывать учитывать и стараться выполнять все затягивается двигатели уже перегреваются из сложившейся ситуации которую мы видим сейчас можно сказать что по энергии я немного уступаю в классе пилот меня превосходит и вот здесь я передержал меня свалило и вместо того чтобы перевалиться в левую сторону на противника меня переваливает вправу к счастью противник тоже в этот момент разгонялся он на меня не пошел поэтому дуэль прямо сейчас не завершена вот здесь но я уже просто ничего не буду говорить вы сами уже все поняли вы сами уже сделали выводы и так далее да противник скорости поднабрал я здесь не хватает ума как бы не лезть за ним потому что вижу скорость уже 150 я просто жду пока он будет сваливаться как только начал сваливаться я начинаю строить оборону то есть поворачиваюсь к нему боком ухожу куда-то в сторону вверх если есть такая возможность здесь пишу над ним в ножницах не давая ему задрать нос именно мою сторону именно пострелять по мне вроде бы пока все более или менее складывается удачно то есть я пока лечу я пока жив попадание не получал попадание нанес но результатов видели никаких здесь он разгоняется и резко уходит как говорится не уходит он разрывает дистанцию уходя наверх я тоже убрав закрылки немного под разогнавшись скорость 250 уже хорошая скорость вытягиваем него и нет комментариев просто отвратительная стрельба просто проигранные дуэли из-за моей отвратительности других выводов нет еще раз как я почему я так стреляю я вообще не могу понять то есть вот такие очереди такой прострел надежде решить все высовываю вы вытягиваю за ним но здесь да здесь конечно получилось увернуться вернее скорее даже может быть даже противника у противника не получилось по мне хорошо прицелиться но момент был красивый но без результативно дальше смотрим что делать противник он вроде как переваливается я думал что сейчас вот я за ним но здесь начинаются небольшие лаги ну либо у меня либо у него трудно сказать и вот он момент куда лететь от снаряда вернее куда я стреляю никуда лететь от снаряда куда я стреляю называется вот здесь опять ужас просто повредил немного бак тем сам тем временем скорости нет а он все также разгоняется все также увеличивая разницу в энергии понимая что быка у меня уже подходит концу пытались опять по нему прицелиться стреляю первая очередь все шоссе 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 шваками а вот сейчас уже слышно что шваки закончили остались только убс противник набрал достаточно энергии чтобы совершать петли надо мной и строить на меня заход здесь получается хорошо перевернуться прицелиться и немного по мне попасть я сейчас пытаюсь из последних силам до него дотянуться и хотя бы убесом но может повредить двигатель может быть зажечь баг да или там зажечь двигатель там пока это все возможно но только при наличии оптимных хорошей стрельбы скажем тогда который мне в этом в этот день который мне не хватало вот здесь пострелял раз он вытягивается он все он висит надо только убивать пострелял 2 и все быка нет тем во время как выиграется стрельбы мой нос вверх скорость ноль и мне не хватает времени чтобы ее набрать при движении вниз после перевалив дуэль проиграна опять проиграна из-за моей плохой стрельбы начинаем следующий бой наши дуэли уже подходят к концу еще там 2 или 3 по моему я не помню что хочется сказать в общем да такой воды тоже что ли что дуэль есть порядка трех до составляющих это пилотирование это стрельба и немного удачи я считаю многие со мной будут спорить но это не важно это моё мнение здесь схождение пошло левый вираж у меня левый вираж у него я здесь уже решаю никакими ее не баловаться а идти вот как он то есть я пытаюсь отзеркалить то что делаю вот с ним сходимся чтобы избежать попадания я ухожу немного вверх мне это удается он продолжает свой вираж так как он дотягивал на меня у него скорость немного меньше я остаюсь немного выше хватает опять же ума не сейчас на него остаться вверху на он тем временем пытается выровняться немного чтобы набрать скорость и вот здесь я переворачиваюсь имея преимущество по высоте виду огонь вроде бы прошло все через него но не понимаю опять промо и а нет все хвост отлетел повезло начинаем следующий бой схождение радиаторы 50 процентов сняли с автогоризонта все по стандарту ищу противника нахожу его он немного правее меня соответственно будет делать правый вираж я поворачиваю него не вижу куда он поворачивает решая поворачивать вправо противник тоже поворачивает вправо я не иду уже нижнюю опять же не балуюсь иду также как он получается немного выше вот здесь перекладываюсь показываю ему бочину чтобы он ему было меньше шансов попасть я вижу что потянул на меня его немного качнуло крыльями думая что у него недостаточно энергии я имея преимущество по высоте переворачиваюсь на него пытаясь пострелять понимая что все я уже не дотягиваю ухожу немного в сторону и вот здесь как сказать замешкался от скажем тогда на блорище уходить вверх я подставляю свой хвост под его атаку то есть я отдал свою шестерину пытаясь как-то выровнять ситуацию перевожу ножницы но энергия уже не та управляемость уже не та противник отыграл энергию которую преимущество которое было у меня здесь он еще раз по мне попадает и все крыло отстегнуто он победил начинаем крайний бой на сегодня противник мне пишет что это крайне есть соглашаюсь первое схождение все как всегда есть комментарии излишне схождение варианты еще пока недостаточно чтобы их рассказывать решаю крайний раз сходить все как я хотел раньше вправо вверх боевой крутой разворот и дальше уже действовать ситуации попытаться так скажем взять свою свою игру ничего не буду говорить про эту стрельбу ужасно в отличие от стрельбы которую произвел противник топлива хотя не показалось что стрелял уже где-то из-за моей спины но тем не менее эта игра и выбравных условиях здесь пытаюсь опять стрелять почему опять потому что вновь неудачно скорость 0 падаю вниз противник выше также переворачивается и падает на меня здесь наверное его болтануло верху что он не четко пошел за мной немного со стороны поэтому мне удается от него вернуться от его первой атаки 2 атака тоже проходит мимо опять я сзади но скоростью меня порядок меньше отвратительная стрельба не знаю вот таких ракурсов с таких положений а яки на лавки я в принципе попадаю здесь то ли инертность лага то ли боязнь дернуть слишком сильно ручку мне не позволяет точнее прицелиться чтобы взять вынести правильно но чтобы правильно произвести стрельбу опять я сзади но скорость у меня уже меньше двухсот он мне кажется соперник уже знает что я не попаду поэтому без особой опаски вытягивает вверх спокойно переворачивается и производит стрельбу здесь блин вот здесь соперника немного лаганул или меня немного лаганул и я посчитал что он пройдет подо мной то есть я хотел его пропустить подо мной и вот на этом выходе сейчас выходил его атаковать но противник получается прошел на достаточной высоте чтоб по мне отработать и отстрелил мне хвост и так на сегодня наш наш разбор наших дуэлей завершен учусь как говорится на своих ошибках пытаюсь их анализировать пытаюсь их не повторять хотя это должен сказать очень сложно поэтому если есть кто начинающий я думаю будет разумным начинает писать сразу треки когда мне советовали это делать я этим советом не воспользовался о чем сейчас жалею потому что сейчас исправить свои ошибки гораздо сложнее нежели это было бы можно сделать на первом этапе моего как говорится становление развития поэтому советую всем опять же пересматривать свои бои свои именно бои и анализировать те моменты из-за которых вы их проигрываете или наоборот выигрываете и соответственно делать вывод что можно и нужно делать а чего делать не нужно следующее видео у нас у нас будет с этим же противником но уже на яке на сегодня все всем спасибо за просмотр и кому понравилось что лайки если есть какие комментарии тоже не против всем хорошего как это спокойно виртуального неба и всем удачки пока пока